Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Апта» и я, ее ведущая, Надежда Белова. Вот и завершилась зима. Хотя в некоторых регионах еще лежит снег и уходящая неделя показала все капризы погоды, календарь смело утверждает, что весна вступила в свои законные права. Чем запомнились последние дни зимы? Расскажем вам я и мои коллеги. И в начале выпуска коротко о главном. Международные планы. Турецкие инвесторы намерены открыть в Алматинской области предприятие по производству газовой и электрической бытовой техники. Мы строили-строили. Возведение объектов в Талдыкургане на контроле Акима Алматинской области. День рождения партии большинства. 21 год назад была создана партия Нур-Атан. Искреннее спасибо. Или, чтобы помнили потомки. День благодарности отметили в Алматинской области. Быстрее, выше, сильнее. Лучших спортсменов чествовали в Талдыкургане. Вот и наступила долгожданная весна. Однако, вместе с радостью ожидания первоцветов, каждый год повышение температуры воздуха влечет поводкоопасную ситуацию. Этому актуальному на сегодняшний день вопросу и посвятил селекторное совещание с регионами глава правительства Аскар Мамин. Как доложились руководители областей, проведен большой объем работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На противостоянии большой воде заготовлено 13,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Подготовлено 1700 пунктов приема населения. На контроль взяты свыше 460 опасных участков автомобильных дорог, 66 мостов и более 850 водопропускных труб, на которых закреплено свыше 880 единиц дорожно-эксплуатационной техники. Проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений. Готовы к поводкам и в Алматинской области. Быстрое таяние снегов и повышение уровня воды в водоемах, которых в ЖТСУ немало, может привести к наводнению. А потому глава края Мандык Баталов дал поручение строго контролировать ситуацию. На эти нужды выделено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. В Алматинской области сегодня насчитывается порядка 40 поводкоопасных участков. Какая именно работа по недопущению подтопления ведется в ЖТСУ, узнавал мой коллега Дамир Анитов. Конец зимы. Горячая пора для спасателей Алматинской области. Талые воды угрожают подтоплением близлежащим селам. Задача спасателей – не допустить этого. Резкое подтопление стало причиной обильного таяния снега. В связи с этим спасатели региона начали широкомасштабную противопаводковую акцию с привлечением различной техники. Такую информацию обнародовали брендмейстеры во время встречи с Акимом Алматинской области Амандой Камбаталовым. По словам ответственных лиц в регионе, принимаются все необходимые меры по недопущению чрезвычайных ситуаций. На случай отложнения наготове 3,5 тысячи человек и почти 2 тысячи единицы техники. Аманды Камбаталов поручил все 40 поводкоопасных участков Алматинской области держать под пристальным контролем. Постоянный контроль. Особенно населенные пункты Талгарского района, где хаотичная застройка. Не расслабляйтесь. Мишкатара, другие дела, техника. Все, сразу же мобилизуйте. Организация. Если где-то по этим республиканским трассам, посмотрите, вот эти пропуски воды сверху. Она везде, она пофронтально расположена по отношению к гор. Она говорит, что в Женалове, где озеро Воп через дорогу перелива не было. Что ты думаешь? Да. Перелив полоса, сразу размыв пойдет. Начнет размывать и желтый палат. В рамках проведения противопаводковых мероприятий брандмейстеры областного центра совместно с департаментом ПЧС посетили дачный массив Аш-Шебулах и потребительский кооператив собственников Сарарха. Здесь спасатели занялись углублением дна и расширением русла реки Каратал. В случае выхода его из-за берегов может быть подтоплен весь дачный массив. В рамках проведения республиканских командно-штабных учений «Весна Коктем-2020» проводятся практические мероприятия на русле реки Каратал, именно в районе дачного общества Сарарха. В проведении практических мероприятий всего задействована 41 единица техники и 124 человека личного става. Цель проведения практических мероприятий – это снижение угрозы подтопления жилых домов, расположенных вблизи реки Каратал. На случай ЧП спасатели областного центра развернут штабы по приему пострадавших в школах Талдыкургана. Здесь имеется все самое необходимое. В рамках подготовки на базе школы номер 27 спасатели власти города собрали директоров всех общеобразовательных утверждений города. Они проинструктировали руководителей и поручили быть готовыми к непредвиденным ситуациям. В рамках данных учений сегодня мы провели на базе 27 школы дополнительно методическое обучение директоров других учебных заведений именно по организации работы сборно-эвакуационных пунктов. Здесь были им доведены необходимые требования по оборудованию помещений, по размещению инвентаря, а также по оказанию психологической и социальной помощи пострадавшим. В Ильичском районе для недопущения выхода речки Жармухамед из-за берегов местные спасатели провели ряд комплексных мер, в их числе углубление дна водного объекта, а также расширение русла. И подобные мероприятия прошли во всех регионах области. Таким образом заверили ответственные лица. Алматинская область в Павловскому периоду готова. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Специально для программы АПТА. 2020 год в Алматинской области назван годом газификации. В этом направлении в регионе ведется большая работа. К природному газу в скором времени будут подключены все населенные пункты области. А значит самое время подумать о том, какую газовую плиту приобрести. Уже в этом году в регионе появится новое предприятие по производству газовой и электрической бытовой техники высокого качества. На этой неделе представители компании FMS Metal встретились с главой региона Аманды Камбаталовым. По плану ожидается привлечение 2 миллиардов тенге частных инвестиций. Азаджамаханов расскажет более подробно. Завод FMS Metal – один из лидеров по производству газовой и электрической бытовой техники для кухни в Турции. Продукция компании реализуется в 130 странах мира. Предприятие с более 40-летней историей сегодня является крупнейшим производителем отдельно стоящих и встроенных духовок, настольных плит и кухонных вытяжек. Реализация проекта позволит выпускать в Алматинской области разные виды качественной и брендовой бытовой техники. Ваши решения о создании такого предприятия в Казахстане, в частности в Алматинской области, правильные. Со своей стороны мы поддержим вас. Считаю, что это предприятие окажет существенное влияние на увеличение продуктов с маркой «Сделано в Казахстане». Место производства уже определено. Новый завод появится на территории села Жармухамбет Карасайского района. Для реализации проекта компании получен в аренду земельный участок площадью 12 гектаров с дальнейшим выкупом. Открытие объекта позволит создать 500 новых рабочих мест. Готовая продукция будет предоставлена на рынке страны, а также экспортироваться в соседние Узбекистан и Кыргызстан. Встреча с Акимом области оказалась продуктивной. Амандык Баталов дал поручение своим специалистам оказать нам всестороннюю помощь. Уверен, плоды нашего труда помогут укрепить дружбу между Казахстаном и Турцией. По плану запуск производства ожидается в конце текущего года. Азаджу Маханов, Жаслан Шинкенжи, телекомпания ЖТСО из Алматы. Несмотря на все перепады погоды, в областном центре активно ведется строительство важных объектов. И контроль за их качеством Аким Алматинской области ведет лично. На уходящей неделе Амандык Баталов вновь совершил рейд по строящимся объектам областного центра. Без замечаний не обошлось. В основном они касаются сроков сдачи и благоустройства территории. Уже практически готова к вводу в эксплуатацию новое общежитие для студентов. Около 300 юношей и девушек будут жить в комфортных условиях. Однако есть некоторые «но». Евгения Присяжная расскажет более подробно. Напомним, строительный объем здания составляет почти 50 тысяч квадратных метров и имеет высоту 13 этажей. Прилегающая территория общежития будет включать в себя несколько спортивных и парковочных зон. Не второстепенные вопросы озеленения. Ведь благоустройство – это совокупность мер, которые формируют на участке комфортную и привлекательную среду. А раз общежитие расположено в черте города, то оно находится в зоне ответственности городских властей. Об этом Амандык Баталов напомнил руководству Толдук-Кургана. «Как будет благоустройство туда вписываться? Благоустройство дальше идет живой изгородью, закроем их. Какой живой изгородью ты закроешь? Там дольше деревья посадили. После начала вы должны все продумывать, вот это, как дальше увязываться будет с тем. Видишь, вон там забор вот так довели, докончили там. Дальше что будет? Амандык Баталов также указал представителям подрядной организации «Астана Курылыс» на медленный темп строительных работ и предупредил о том, что данный строящийся объект находится под его неусыпным контролем. Амандык Баталов также обговорил со строителями и архитекторами эстетический вид внутреннего пространства общежития. Он подчеркнул, что для законченности интерьера главного холла здания необходимо сменить цветовую палитру стен и облагородить их росписью. Глава региона также заметил, что по окончании ремонтных и отделочных работ пространству требуются живые цветы, зеркала, жалюзи. Амандык Баталов осмотрел практически каждый уголок строящегося объекта. Кухня, столовая, кинозал, студенческие комнаты. Конструктивная критика главы области и его замечания были приняты к сведению подрядной организации и руководством Талдыкургана. Строящееся общежитие находится в еженедельной зоне контроля руководства региона. Зато в отличие «Астаны Курылыс» работа другой строительной компании «Базис» была отмечена похвалой Амандыка Баталова. Речь идет о еще одном крупном строительстве – крытом плавательном бассейне, площадь которого составит 27 тысяч квадратных метров. Его архитектурные ансамбли и прилегающие территории будут перекликаться с зоной парка «Жастер». «Я могу спросить, что будет делать? Вы сами делаете с вами?» «Мы сами будем делать, да. Я с Александром Грущевым вчера встречался, два часа дня. Ему объяснил, все рассказал. В принципе, готовимся». «Не надо выдумывать, смотри. Вот его хобид, ты должен, ты же автор, с парком его. Это продолжение. Вот с тем парком увязать. Но здесь может быть что-то новое». Сооружение имеет силуэт рыбы. Такой необычный архитектурный облик станет очередной изюминкой Талдыкургана. Здесь жители будут проводить свой досуг, а также они станут свидетелями масштабных водных олимпиад. Евгения Присяжная, Жасулан Шенгенжей, телеканал ЖТСУ. 1 марта – особый день для истории Казахстана. Именно в этот день, 21 год назад, на пике политических и экономических преобразований, когда наша страна делала первые суверенные шаги, была создана партия Нур-Атан. Ей оказало доверие большинство казахстанцев. На сегодняшний день в рядах Нур-Атан насчитывается около миллиона членов по всей стране. Из них более 100 тысяч жителей ЖТСУ. Их объединяют свыше 350 первичных партийных организаций. В честь годовщины состоялось торжественное мероприятие. Специально к нему были приглашены самые активные, принципиальные и почетные партийцы области. Наряду с поздравлениями они предложили некоторые меры по повышению эффективности работы партийного движения. Торжественное мероприятие, организованное в честь праздника, открыл Аким Алматинской области, председатель партии Амандык Баталов. В своем выступлении глава региона подчеркнул, что за 21 год своего динамичного развития партия большинства зарекомендовала себя как надежная политическая опора, которая объединяет верных сторонников единства, стабильности и процветания Казахстана. В ходе торжества благодарственными письмами за неоценимый вклад в становление и процветание Нур-Атан были отмечены более 20 ее членов. Также в этот день ряды партийцев пополнили 10 человек из числа педагогов, государственных служащих и предпринимателей. Наша партия Нур-Атан, как всегда, ответственная политическая сила, всегда принимала непростые, но жизненно важные для страны решения и неизменно добивалась их выполнения, разделяясь народом все трудности и испытания. За годы независимости в нашем обществе сформировались главные ценности, объединяющие всех казахстанцев и создающие надежный фундамент для уверенного будущего страны. 1 марта мы отмечаем еще одну важную дату – 25 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. Идея ее создания принадлежит первому президенту Нур-Султану Назарбаеву. Впервые она была озвучена в 1992 году, а уже в 1995 возник уникальный институт дружбы, ставший примером для многих стран мира. Сегодня в нашем государстве в единстве и согласии проживают представители 130 этносов, многие из которых обрели в Казахстане кров, надежду на будущее и долгожданный покой. Ведь под прессом тоталитарного режима они были изгнаны с родных мест и насильно переселены в казахстанские степи. Те страшные годы очевидцы вспоминают со слезами и болью. Кто-то потерял родных и близких в суматохе неожиданного вынужденного переезда, кого-то унесла смерть. В 30-е и 40-е годы в Казахстан был переселен 1 миллион 200 тысяч человек разных национальностей. Их с открытой душой приняло коренное население в честь благодарности мудрому и миролюбивому казахскому народу. И было решено вести праздник – День Благодарности, который ежегодно отмечается в день рождения Ассамблеи народа Казахстана. На этой неделе во всех регионах нашей страны прошли мероприятия, посвященные Дню Благодарности. В Алматинской области на горе Бастабе состоялся митинг с участием представителей различных этносов. Все подробности в материале Гульмира Тимиргалиевой. День Благодарности дань казахскому народу за оказанную помощь в тяжелые годы депортации. Тогда Казахская ССР стала пристанищем для многих представителей разных национальностей. Коренное население делилось с прибывшими последним куском хлеба, одеждой и кровом. В Дань Благодарности казахскому народу у одноименного монумента в селе Бастабе выступили потомки депортированных, чьей второй родиной стал Казахстан. Корейцы, чеченцы, курды, немцы. Более 40 этносов проживают сегодня в Каратальском районе. День Благодарности для них не только праздник, но и дата трагических событий их народа. Казахская земля – это благодатная, благодатная. Люди очень добрые, отзывчивые. Почему? Потому что именно в тот период, в 1937 году, когда прибыли депортированные с Дальнего Востока наши этнос, наши отцы и деды, на тот момент казахи, которые пережили до этого периода голод, холод, несмотря на это, они протянули руку помощи, дали кровь, пищу. И самое главное – надежду на то, что у нас, у детей есть будущее. «Мы должны воспитывать молодежь на примерах наших предков», – резюмировал Владимир Ли. У этнокультурного объединения впереди большие планы – выпустить книгу памяти. Это не только назидание потомкам, но и своего рода дань благодарности казахскому народу. Правлением Ассоциаций Корейцев Казахстана ведется большая планомерная работа. И вот в этом руководство с этим привлекли ученых-востоковедов. И в настоящее время принято решение о создании, выпуске именно книги о трагических страницах истории прошлого. Чтобы таких моментов в новейшей истории не было. В Алматинской области на сегодняшний день проживают представители более ста этносов, которые вносят свой вклад в развитие и процветание нашего региона. К примеру, немецкий этнокультурный центр «Видергебурд» несколько лет назад начал реализацию проекта по борьбе с опустыниванием земель южного побережья озера Балхаш. Более ста гектаров было засеяно Саксаулом. Еще одним примером является трагедия в Казала-Гаше. По инициативе членов Ассамблеи народа Казахстана в селе была восстановлена общественная баня и построен детский спортивный центр. Таких примеров, по словам заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, сотни. По проекту «Связь с исторической родиной» по инициативе нашего корейского культурного центра Южнокорейская медицинская клиника Хёнди проводит сотни приемов, бесплатных приемов, консультаций наших граждан. В этом году запланирована здесь, в Каратарском районе, международная конференция, посвященная именно сельскохозяйству. Такие работы, такие примеры можно привести сотни и говорить очень долго. Поэтому сегодня мы всех поздравляем с Днем Благодарности. Спасибо. В преддверии Дня Благодарности прошло награждение представителей этнокультурных центров, средств массовой информации и воинских частей за вклад в развитие и пропаганду межнационального согласия и мира. Кульмира Тимиргалиева, Абзал Носипов, телеканал ЖТСУ. Сегодня представители разных национальностей, будучи единым народом, вносят свою лепту в развитие нашей страны в различных сферах. Мировую известность имеют спортсмены Казахстана. Развитию спорта в Алматинской области уделяется огромное внимание. Создаются условия для начинающих и профессиональных спортсменов. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, выплачиваются стипендии спортсменам. Проводимая работа дает свои положительные результаты. В прошлом году семереченцами завоевано почти 3000 медалей на республиканских и международных соревнованиях. На прошедшей неделе лучших атлетов чествовали в Алматинской области. Спортсмены региона, внесшие весомый вклад в развитие спорта не только края ЖТСУ и всего Казахстана, отмечены благодарственными письмами Акима области. О тех, кто удостоился награды, расскажет Азаджимаханов. Под Шанраком Салтанат Сараев в этот день собрались лучшие спортсмены Алматинской области. Каждый из них чемпион и призер крупных международных стартов. Они – пример для подражания. Они вдохновляют миллионы на активный досуг и здоровый образ жизни, заряжая верой в собственные силы. В регионе большое внимание уделяется созданию доступной и качественной спортивной инфраструктуры. Ежегодно в области строятся крупные спортивные объекты. Только в этом году планируется сдать в эксплуатацию 7 физкультурно-оздоровительных комплексов. И это не весь перечень благих инициатив. Мы ежегодно выплачиваем за счет местного бюджета 108 ведущим спортсменам ежемесячные стипендии. Из них 28 спортсменов. Спортсмены у них ограниченные возможности. Мы им тоже помогаем. То, что вкладываем, получаем вот такой результат от вас. За это я вам хочу сказать огромное спасибо. Молодцы. Главная задача наша, чтобы здоровая нация была. Здоровая нация. И надо массово привлекать людей к занятию физическим спортом. Прошлый год выдался весьма насыщенным для спортивной дружины Алматинской области. Завоевано около 3000 медалей. Из них около 1000 золотого достоинства. Один спортсмен получил почетное звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан. Еще 34 удостоились звания мастера спорта международного класса. Шесть спортсменов региона получили лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат среди областей и городов страны. Готовимся мы очень усердно. Вообще со сборов не вылазим. Все время на сборах. Ну а от Олимпиады, наверное, как и каждый спортсмен, мы ждем только золотой медаль. Ну, если даже зайти в пятерку именно в нашем виде, это уже как бы достижение. Алматинская область – одна из тех регионов страны, где развитию спорта уделяется колоссальное внимание. 2019 год в регионе ознаменовался многочисленными победами талантливых спортсменов. Плестящие результаты показали практически в каждом виде. И все это атлеты связывают с большой поддержкой со стороны руководства Алматинской области. В данный момент в каждом дворе, можно сказать, в каждом районе есть спортзалы, есть тренировочные площадки, воркаут для занятия спортом. Дальше уже кто хочет профессионально заниматься, уже есть творцы спорта «Жастар» в нашем городе, спорткомплексе «Урке», теннисные корты. Вот у нас очень много таких спортивных площадок, и я думаю, мы идем в правильном направлении развития спорта. В этот день за особые заслуги более 50 спортсменов региона отмечены благодарственными письмами Акима области. Аман Икбаталов лично вручил каждому из них дипломы и денежные сертификаты. Среди награжденных и самые молодые спортсмены региона, которые уже с малых лет высоко поднимают голубой флаг Казахстана на мировой арене. Живу в областном детском доме номер один. Спасибо нашему детскому дому за то, что он поддерживает нас во всем. Джу-джитсу я занимаюсь уже два года. Выиграла чемпионат мира в Арабских Эмиратах. Первое место заняла. Я очень рада. Я бы не стала чемпионкой без наших тренеров. Я бы хотела стать знаменитой чемпионкой мира и тренировать маленьких детей, как сейчас я в будущем. В этот день помимо атлетов был отмечен труд представителей СМИ, освещающих спортивную жизнь области. Среди них и наш коллега Алексей Цой. Молодой специалист уже успел стать главным спортивным журналистом телеканала ЖТСУ. Оперативно и главное, качественно освещая события региона. Его девиз – спорт в любую погоду и в любое время. Мне 21 год. В журналистике работаю относительно недавно. Сам я спорт очень люблю. Еще со школьной скамьи я занимаюсь спортом. Люблю очень волейбол, баскетбол люблю. Хочется сказать огромное спасибо Амадыку Габасовичу Баталову, Тинезбаеву Нурбахату, за то, что оценили мои труды. И думаю, что такие награды в дальнейшем будут меня стимулировать. Работать только усерднее, освещать спортивные события. Встреча прошла в дружественной и непринужденной обстановке. Двухчасовой диалог с Акимом области оставил в душе каждого гостя теплые и яркие впечатления. Особой наградой на этой неделе также удостоен почетный архитектор Казахстана, академик художественной академии Республики Казахстан, автор многих масштабных проектов. Без привлечения, можно сказать, человек с большой буквы – Кабиба Улыков. За большой вклад в социально-культурное развитие области в честь своего 65-летнего юбилея он был удостоен звания почетного гражданина Алматинской области. Мечеть в городе Баян-Ульгей в Монголии, мавзолей и культурный центр Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирии, монумент «Дружба народов», здание Конгресс-хола в столице Казахстана, а также многофункциональный комплекс «Маяк» в городе Ахтау. Все эти объекты – творение рук талантливого архитектора Кабиба Улыкова. Более 40 лет он посвящает себя этой уникальной профессии. Из них 37 лет Кабиб Ага трудится на Жатасузской земле. Начиная с 2001 года в тандеме с Акимом области Амандыком Баталовым реализовано немало крупных проектов. Главные достопримечательности Талтыкургана являются замыслами этого человека. Талантливый архитектор. Архитекторов талантливых мало. Мы сегодня реализовываем все замыслы, которые у нас есть, сколько у нас возможностей будет. Вот для молодых в Жатас-Шикатерге пример Хави должен быть. Кабиб Аулыков является автором плана застройки нового юго-западного жилого района, многочисленных скверов, а также ипподрома и аквапарка областного центра. Уникальные объекты, такие как парк Жастар, памятник, посвященный Хадргали Жалаири и трём биам казахского народа, плод трудов Каби Ага. Выступая перед активом области, он выразил огромную признательность Акиму области за оказываемую поддержку и заверил, что и далее будет работать во благо развития ЖТСО. За эти годы, как архитектр, я думаю, огромную лепту, может быть, сделали, но народ видит это, оценится как... Ну, на сегодняшний день город у нас вырос. Для нашего города надо ещё много строить. Я люблю свой город, зелёный, компактный такой, все знают об этом. Поэтому давайте будем любить все вместе наш город. Оценили мой труд, наградили званием почётных гражданин области. Огромное спасибо Амаду Каласычу. Азаджумаханов, Жаслан, Шенкенжи, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. В Казахстане начался весенний призыв. Срочные службы в рядах вооружённых сил, пограничной службы, флота и национальной гвардии подлежат юноши от 18 до 27 лет. В связи с этим на плечи руководителей и специалистов региональных ведомств по делам обороны ложится объёмная работа. Это не только комплектование состава срочников здоровыми, боеспособными юношами, но также предоставление отсрочки некоторым категориям и их учёт, а также розыск злостных уклонистов. Обо всём этом было сказано на прошедшем на минувшей неделе методическом сборе в Департаменте по делам обороны. Ежегодно Алматинская область обеспечивает призывной контингент около 2000 человек. По итогам прошлого года на совещании отметили работу отделов Инвикши Казахского, Алакольского, Панфиловского районов и городов Талдыкурган, Капшагай, Талгар. Начальник Департамента по делам обороны Алматинской области Талгат Даулетханов отметил ежегодное увеличение плана по количеству призывников в этих районах на 2-3%. Председатель призывной комиссии по Алматинской области, первый заместитель главы региона Лизат Турлашев в своём выступлении указал на важность проведения профилактических мероприятий среди призывников с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства. На осень 2019 года у нас был план призыва 1870 человек, но были дополнительные наряды, мы призвали 1940 человек. Это пограничную службу, комитет национально-безопасно-вооружённых сил Республики Казахстан, национальная гвардия и служба государственной охраны. На особом контроле государства здоровье не только молодёжи, но и представителей всех поколений. Для этого и вводится обязательное медицинское страхование. На сегодня в Алматинской области данной программой охвачено более 2 миллионов человек. Кроме того, от уплаты взносов освобождён 1 миллион 183 тысячи человек. Они входят в 15 категорий социально уязвимых граждан. Такие данные на прошедшую неделю были озвучены на совещании под председательством заместителя Акимобласти Баттержана Байжуманова. В медицинских организациях региона для оплаты взносов по страхованию установлены 52 терминала. Регулярно проводятся подворовые обходы и ведётся большая разъяснительная работа в социальных сетях. Однако есть и проблемные стороны. 43 тысячи человек до сих пор не актуализированы, и ещё 13 тысяч не прикреплены поликлиникам. По словам Баттержана Байжуманова, работа по реализации обязательного медицинского страхования проводится не на должном уровне. До 1 апреля он поручил исправить ситуацию. Кроме того, на совещании говорилось и о мероприятиях по предупреждению коронавируса. По озвученным данным, с декабря прошлого года по январь нынешнего границу с Китаем пересекли свыше 7 тысяч человек. На сегодняшний день практически все проверены. Жалоб на состояние здоровья нет. Тем не менее, расслабляться нельзя. Медучреждения области должны быть готовы к любой непредвиденной ситуации, заключил заместитель Акима Алматинской области. Ситуация в мире уже напряжённая. Со своей стороны тоже должны быть готовы ко всему. Сейчас мы развернули дополнительные койки, провизорные, какие там ещё. Ну, стационары открыли дополнительно, чтобы если люди будут переходить, мы тоже со своей стороны будем их закрывать на карантин на 14 дней. Кроме этого, после этого ещё 10 дней будут они под наблюдением. Предметом особого разговора на уходящей неделе стал и вопрос с трудоустройством. Хорошим подспорьем в его решении являются государственные программы. Так, в рамках программы «Янбек» в крае ЖТСУ по направлению развития рынка труда трудоустроят более 8 тысяч человек. Свыше 4 тысяч будущих специалистов уже направлены на обучение. Ещё 788 человек получат грант на открытие своего дела. Об этом было сказано на селекторном совещании с регионами, прошедшим на этой неделе под председательством заместителя Акима Алматинской области Батыржана Байжуманова. В рамках первого направления программы 75 жителей Аксуйского, Алакольского, Сарканского районов и города Текили уже обучаются различным профессиям. Также с 1 марта ещё 100 человек направят на производственную практику с дальнейшим трудоустройством в филиале «Сити Констракшн ЛТД». Там они будут обучаться на машиниста, механика, водителя, спецтехники и другим востребованным специальностям. В текущем году для реализации четырёх направлений программы «Янбек» выделено 9 млрд 932 млн тенге и планируется охватить активные мерами содействия занятости от более 13 тысяч человек. На сегодня у нас обратилось уже 2860 человек. Из них стали участниками программы 2380, трудоустроены на постоянную работу 1680 человек. Государственная программа «Янбек» помогает трудоустроиться и людям с особыми потребностями. А таковых в регионе немало. На сегодня в Алматинской области числится около 43 тысяч трудоспособных инвалидов. Однако зачастую их недуг, а иногда и определенные жизненные обстоятельства мешают им реализоваться и воплотить в жизнь свои планы и мечты. Благодаря новому проекту в Алматинской области трудоспособные инвалиды вовлечены в предпринимательскую деятельность. Какую помощь от государства может получить особая категория граждан, желающих открыть собственный бизнес, расскажет наш корреспондент. «Не нужно стыдиться работы. Стыдно должно быть, когда ее нет». Так считает житель села Инбек Амантай Медедбеков. Инвалид второй группы ведет активный образ жизни, занимаясь хозяйством. А оно у него немаленькое. Заняться любимым делом он смог благодаря программе микрокредитования. На сегодняшний день на подворье Амантая 14 голов крупного рогатого скота молочной породы. Рачительный хозяин уже заключил договор с Госплемстанцией на осеменение коров. «Четыре миллиона взял кредит под 6%, 6,1% в молочном направлении. И год каникулы. И этот кредит, я думаю, вовремя закрою. Она себе молоком оправдает, думаю. И вот сейчас плодится». Стоит отметить, что это не первый заем Амантая Медедбекова. Свой первый кредит он получил в 2016 году в размере 3 миллионов тенге сроком на 4 года. Процентная ставка составила чуть более 6%. Из двух лет кредитных каникул, предоставленных мужчине, он воспользовался одним годом. А полученные деньги направил на приобретение 23 голов откормленного скота. Благодаря упорной работе Амантай смог досрочно погасить кредит. Вернуть раньше срока долг государству он планирует и в этот раз. В задумках животновода стоит и расширение хозяйства. Благо помощников хватает. Семья поддерживает начинание Амантая Медедбекова. «Корма были у меня свои. И я 23 головы взял. Не могу сказать плохо. Это очень хорошо. Государство помогает. Проценты низкие. В общем, все нормально». В Алматинской области численность инвалидов трудоспособного возраста достигает 43 тысяч человек. В прошлом году 903 гражданина были трудоустроены на постоянную работу. Из них 148 обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». 74 получили микрокредиты, а 78 – безвозмездные гранты в размере 100 и 200 МРП на развитие новых бизнес-идей. Только за истекший год на микрокредитование людей с особыми потребностями было выделено около 250 миллионов тенге. «Допустим, один человек берет 6 миллионов, другой уже берет 4. И также 1 миллион берет в основном на магазины, на пчеловодство. Но в основном большие суммы берут те люди, которые хотят уже разведение крупного рогатого скота. У них уже начинается от 4 до 6 миллионов тенге». С начала года 20 инвалидов уже трудоустроены на постоянную работу. И это не предел. В текущем году в Алматинской области планируется открытие архивного центра. Благодаря совместному проекту под названием «Цифровая фабрика», Министерство труда и социальной защиты и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в регионе будут созданы более 770 рабочих мест, что даст возможность трудоустроить еще 77 человек с особыми потребностями. Год волонтеров, объявленный президентом страны, уже приносит свои плоды. Во всех регионах Казахстана открываются волонтерские организации, которые оказывают безвозмездную помощь всем нуждающимся. Огромная работа в этом направлении ведется и в Алматинской области. Так, на этой неделе на базе Центра обслуживания молодежи Талдыкургана был открыт фронт-офис волонтеров. Стоит отметить, что он стал первым в стране после республиканского. Здесь активисты-добровольцы могут узнать, какая помощь требуется нуждающимся и оперативно протянуть руку помощи. Более подробно о работе новой организации расскажет Ильяман Раимбеков. Сила в единстве. Отныне волонтеры области будут сконцентрированы в одном месте. Здесь можно будет узнать, какие дела ими делаются, и, что более важно, можно стать одним из них. То есть быть полезным обществу и помогать нуждающимся. Этот фронт-офис первый региональный, после республиканского, открытого в Нур-Султане 12 февраля. В рамках этого фронт-офиса будет работать колл-центр, который будет консалтинговые работы проводить. Также будет работать пункт сбора вещей и продуктов, где люди могут приносить свои вещи, приносить свои продукты. И мы будем полностью это забивать в реестр. После этого будем раздавать нуждающимся людям. Или же они могут приходить в любое время, получать эти же вещи и продукты по собственному желанию в любое им удобное время. Стремящиеся к добрым делам волонтеры отличились и на этот раз. Посетили более 20 социально уязвимых семей, обеспечив их продуктами первой необходимости и одеждой. К слову, на этот год у сотрудников Управления молодежной политики области запланировано более 300 различных мероприятий. Этот фронт-офис станет хорошим подспорьем для начинания добрых дел. Думаю, у нас получится реализовать все задуманные проекты. Через такие задумки мы сможем направить молодежь в нужное русло и привлечь как можно больше людей в ряды волонтеров. Сегодня волонтеры участвуют во всех сферах. Зачастую они помогают в организации экскурсии и сами выступают в роли экскурсоводов, внося тем самым лепту в развитие туристической отрасли. В целом, в Алматинской области развитие туризма идет хорошими темпами. Ежегодно приток туристов увеличивается на 20-30%. Одним из излюбленных мест посещения является зона отдыха «Лесная сказка», расположенная в Талгарском районе. Именно здесь, в одном из самых живописных мест края ЖТСУ, был проведен традиционный пресс-тур для представителей масс-медиа с целью привлечения еще большего количества туристов. Известные блогеры и журналисты страны приняли участие в зимнем фестивале. Все подробности в материале Азата Жамаханова. «Лесная сказка». Ежегодно сюда съезжаются тысячи туристов из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Особо популярен курорт среди иностранцев. Качественный сервис и хорошая инфраструктура способны удовлетворить самый изысканный вкус. Именно здесь прошел первый зимний фестиваль среди сотрудников масс-медиа. Они выявляли сильнейшего на разных дистанциях. Лыжные гонки и сноубординг вызвали большой интерес у сотрудников СМИ. «Эмоции просто завораживающие. Ты находишься на высоте 6 метров над землей, ты качаешься в этом воздухе, ощущаешь полет. И просто таки, ну, очень сложно передать эти эмоции обычными словами. Нужно просто приехать сюда и попробовать». Ущелье Уэй-Карагай, в котором расположен горный курорт «Атель лесная сказка», обладает всеми уникальными достоинствами. Величественные холмы предгорей Зайлийского Алатау, проложенные пешие тропы среди скал, необычная флора и фауна, и самое главное – высокая концентрация чистого воздуха. В течение двух дней участники пресс-тура смогли ознакомиться со всеми прелестями зоны отдыха. «Пресс-тур получился на ура. Такие мероприятия – отличная возможность, чтобы отдохнуть от суеты повседневных дней. Мне здесь очень сильно понравилось. Думаю, что в будущем аналогичные туры найдут свое предложение». Толгарский район – флагман Алматинской области в сфере горного туризма. В прошлом сезоне регион посетило около 10 тысяч отдыхающих. Уже в этом году с появлением новых объектов этот показатель увеличится в разы, уверены специалисты. Это все, чем запомнились уходящие семь дней. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok